Когда в вашей жизни появилась Украина? Я жил в Москве в 92 году. Сразу после Советского Союза умер, я хочу видеть своими глазами, как это новое общество будет родиться. Я изучал русский язык в университете, потому что я хотел читать на оригинальный язык, а на украинском языке. Это был мой первый цель. Но тогда я жил в Москве год, и у меня в Нью-Йорке, где я живу, много друзей русских и украинцев. И много предлагал мне, чтобы я вижу Киев, очень красивый и интересный город, и несколько друзей там. А тогда я туда несколько раз, и один раз я практически случайно познакомился с Федором Александровичем. Когда, в какие годы это было? Это было, может быть, 3-4 года назад. И я сразу узнал, что это эксцентрический, уникальный человек, и я хотел что-то работать с ним на чего-то. И наш первый план был спектакл. Это был спектакл Анны Карелина. А когда тема Чернобыля появилась в вашей жизни? Вот вы когда об этом узнали? Когда случилась катастрофа или позже вообще? Как вы восстановили? Мне было 16-17 лет, когда авария случилась, и я жил в Средней Америке, около Чикаго. А я слышал, конечно, много, мы все читали и узнали про это, но это было очень далеко, и мы не поняли. Потому что если здесь подробностей не знали, у нас хуже, мы просто слышали слухи, можно сказать, что был такой туман радиоактивный, что много умерли, но мы не знали сколько. Но я могу сказать, что для меня это было как символ, как ядерный туман Советского Союза, как облака лжи и радиации. Это как я думал. Но когда я начал этот проект, у меня нет плана, чтобы снять фильм про Чернобыль. Это был фильм про Федора, нашего художника. И этот радар, который он нашел, и который стоит рядом с Чернобыльской станцией. Могла ли быть связь русского дятла и авария на Чернобыле такая? Я хочу узнать. Кто в этом виноват? Как поменяло ваше отношение к этой теме, знакомство с Федором и с его версией произошедшего? Ну, это было как Alice in Wonderland, как мы упали в эту дырку. Это, конечно, странно, сюрреалистический путь, чтобы узнать Чернобыль. Потому что это связано с многими лжами, и очень трудно понимать, что случилось. И каждый раз, когда мы открыли дверь, мы нашли как сто новых дверей. И каждый раз, когда мы задали вопрос, мы слышали много противоречивых ответов. И тогда это, ну, это как бесконечный путь к правду. И наш фильм, это первый шаг, это мы задали несколько вопросов, но ответов очень мало. Советская система зла, как ты заметил, ведут в Москву. В этой трагедии должны быть свои причины. И случайностей не бывает. Когда я видел Федора, я думал, что он сумасшедший, он просто художник и он эксцентрический. И я не верил в его теорию. А каждый шаг я чуть-чуть, я сомневался в моем сомневении, можно сказать. И в конце концов я узнал, что много, что Федор предсказал, это было в правде. Это он правильно сказал. И сейчас, ну, я скептический человек, но я могу сказать, что в конце нашего путь, в конце фильма, я тоже понимаю, что у Федора есть такая что-то правда там. Что он нашел корень правды. Я не знаю, если подробности аккуратно или правильно, но это сердце правды он нашел. И мы нашли в фильме. Чет, когда вы о русском дятле узнали? Это Федор мне рассказал. А он сказал, че, я нашел русский дятел, тебе надо видеть. А я думал, мой русский не очень хорошо, как ты видишь. Но я думал, может быть, он хотел в зупарк со мной, чтобы показать птицу. А я не понял. А каждую неделю он сказал, русский дятел, надо посмотреть, русский дятел. А тогда я в конце концов на Google искал, и я видел, что русский дятел, это была помеха. Похоже на дятел, и это было во время холодной войны. И в Америке мы думали, что этот сигнал было такое оружие психотронное, чтобы зомбировать американцев. И я думал, что это сумасшедший. И Федор хотел делать короткий фильм про этот, а я думал, давай делаем очень короткий пять минут фильм, и мы убьем эту конспирологическую теорию. И мы покажем мир, что именно это сделал. Ну, на факте, что настоящий цел этого радара. Но это было очень трудно. Просто никто не хотел нас объяснить, что этот радар сделал. Они все врали, мне сказали самую сумасшедшую неправильность. И очень много. В конце концов мы узнали, что этот радар был за горизонтный радар, чтобы видеть ракеты из Америки. Фильм называется «Русский дятел». Есть ли у вашего русского дятла, по-вашему, будущее в России? Ну, много думают, что наш фильм антироссийский. Я всегда говорил, что нет, это антисоветский. Потому что много врагов в фильме, они украинцы. Они те люди, которые поддерживают эту советскую систему, систему лжи. Это не против России, это против, ну, style of thinking. Мышление, да. Да, да. Но все-таки я думал, что это подробности, никто не понимает. И в России они ненавидят наш фильм. Но 6 месяцев назад они пригласили нам показать фестиваль, документальное кино, Art Dog Fest. В Петербурге и в Москве. А Федор говорил, нет, 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 100% я не туда, потому что это, наверное, trap. Ловушка, да? Ловушка. Но я сказал, ну, давай, я туда, я американец, я, наверное, опаснее для меня. И Федор говорил, что, ну, видишь, Сенцов, украинский режиссер, он сидит в тюрьме. А я не хочу быть такой, я не хочу сидеть. И, ну, конечно, у него есть паранойя, но есть возможность, мы не знаем. Но все-таки он не хотел, а я туда. И они обожали фильм в России. Даже самое, можно сказать, самое хорошее впечатление, самая хорошая реакция в Петербурге и в Москве. Они сказали спасибо большое, чтобы показать нам, как это важно задать таких вопросов власть. Даже если это чуть-чуть сумасшедше, это важно, чтобы быть смелым и спросить, и задать таких вопросов. Они сказали спасибо большое Федор и Артём, наш DP, cinematographer. И спасибо мне, это было очень важно для меня, чтобы видеть, что еще в России есть такие голоса, и они диссиденты. Ну, это важно. Они сказали, что ты знаешь, что Украина много страдала, это призрак Советский Союз, а мы хуже страдали и страдали. Это значит, что это важно, не забудь, что это не просто борьба, война между странами. Это самая важная война внутри и внутри каждого человека, который воевает против этой системы лжи и советской идеи и авторитаризм. Украина переполнена призраками прошлого, призраками прошлого, пытающимися вернуться в жизнь. Есть призраки в Чернобыле, чей крик услышан во всем мире. Я хочу выследить их и заставить их замолчать навсегда. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова